Добрый день, Оксана! Сегодня у нас вторая лекция нашего маленького краткого курса, которая будет посвящена вопросу, что такое религия вообще и зачем она нужна. Вы писали небольшую работу, сочинение, где разделили религию и веру. Веру, значит, вы обозначили как это убеждение, не требующее доказательств, подтверждения или аргументов. Также ее можно рассматривать как бессомненно и безоговорочно принятие каких-либо событий и их толкований как достовер. Что такое вера? Ну, это как наитие какое-то на человека. Он сталкивается с неизвестными явлениями природного или мистического характера и объясняет их по-своему. И каких-то рациональных объяснений может у него нет, и он начинает вот это, у него это представление, его обрастает системой мифов как бы. И из этого складывается религия. Потому что религия, вера, то есть это собственно убеждения такие человека, его личные какие-то ассоциации по поводу этих явлений. А религия – это продукт мыслительной уже деятельности, когда вот эти свои внутренние ассоциации он вербализирует и строит такую систему устроенную. Ну, у вас, значит, получилось объяснение религии близко очень к эволюционной теории происхождения религии. Есть такая теория, когда она, как правило, атеистическая. В атеистическом мировоззрении используется, когда, значит, ну, люди от низшего к высшему шли, и отчаял от животных, обезьян, и потом, естественно, человек там умнел, сталкался с необъяснимыми явлениями, пытался их вот в какую-то вот форму облачить, там мифотворством начал заниматься, придумал, в общем-то, все эти богов. Ну, дальше он человек потихоньку эволюционировал, умнел, какие-то вещи отпадали. И сейчас вот мы живем в то время, когда вообще религия как такова не нужна. С точки зрения революционной теории, значит, религия стала не нужна. Кроме эволюционной теории возникновения религии, существует огромное количество, значит, других концепций. Там концепция страха, забыл, как она в научном, что-то вылетело у меня термин из головы. Ну, в общем, человек боялся. Они, в принципе, все эти концепции пересекаются. Социальная, то, ну, власть имущие, те, кто захватывал власть, там, в племени, в обществе, в стае, они придумали такую вот систему, чтобы людьми управлять. Или наоборот, некоторые объясняют, что в социальной концепции происхождения религии, что религия нужна для укрепления социальных связей, наоборот, консолидации, в положительном моменте. Культурологическая концепция есть, тоже. Она тоже переплетает с эволюционной. В общем, есть много-много концепций этих происхождений религии, и на них не стоит останавливаться сейчас. Но нам главное, вот это все религиоведческие модели. Это в религиоведении у нас, особенно в светском, в теологии изучают. Вот у них эти модели все изучаются. Нам нужно по существу посмотреть, значит, более такой философский, богословский анализ происхождения религии. И здесь очень хорошо работает пример Будды. Вот я в молодости увлекался буддизмом, и действительно, знаете, Будда очень близко подошел к истинному пониманию, как бы, религии. Значит, почему так? Почему Будда? Я его пример всегда привожу, когда он рассказывал эту тему, как в лекции читал. Будда, кто такой Будда? Наследный принц племени Шакьямуни в VI веке жив. Родился мальчик, любимый, долгождан. Родители так его любили, что решили от всего его, значит, изолировать, от неприятного, скажем так. Закрыли его в стенах храма. Не храма, вернее, там замок. Убрали всех больных, пожилых. Все негативное. Молодых вокруг него собрали самых красивых и одаренных людей. В общем, он жил, женился, у него детки были, все было прекрасно. И в один прекрасный момент он вдруг заинтересовался, а что происходит за стенами этого замка? Ну, деваться было некуда, уже взрослый дядя, нужно его было выпустить. Тогда отец его, папаша, разогнал вокруг тоже всех, кто не нужен был, выстроил, как у нас, демонстрацию с ложочками, как президент. И очень круто поехал. Очень хорошо это показано в фильме «Получшие там мальчики будут». И он случайно, значит, увидел там вот старика или больного, не помню, кого из первого, кого-то он увидел, значит, такого нестандартного человека, он такого не видал никакого. Что такое вообще? Пошел за ним. В общем, он встретил нищего, он встретил старого, он встретил больного, и потом в конце увидел труп мертвого. И его это потрясло, просто он не ожидал этого. Как это? Все заканчивается? Зачем тогда все остальное? То есть потрясение было настолько сильным. Вот из этого потрясения, в принципе, рождается религия. Религия как поиск истины. А что-то, зачем мы? Что происходит? Или вообще ничего нет? Как жить тогда? И Будда был потрясен этим, ночью как-то переживал настолько, что собрал котомки, мы знаем, да, и ушел. Бросил все, и пошел, значит, искать истину. По сути дела, знаете, религия, конечно, может родиться в любом формате у человека. Человек там заболел раком, испугался, прибежал в церковь, Богу свечки ставит от страха. Он может прийти через какие-то культурные, культурологические моменты. Не даром говорят, что лучший миссионер в истории православной церкви на 20 веке был Туатре Рублев. Потому что говорить о вере нельзя было, а вот троице, пожалуйста, приходите в Терковскую галерею, многие люди воцерковляются. Ну, в общем-то, религия, по сути, это вот как бы поиск вот такого смыслового зерна существования человека. Кто мы, зачем, почему, как вообще устроен мир. И если что-то запредельное, этот мир ограничен тем, что мы видим и слышим или нет. А если не ограничен, то как, насколько полно мы можем погрузиться как бы вот в этот океан бытия. Поэтому слово религия, собственно, религар. Она, сейчас я вам несколько прочитаю как бы определений. Ну, допустим, система человеческих норм и ценностей, основанных на вере в высший человеческий порядок. Ну, это тоже вот такое близкое к тому, что вы дали. А по сути, это, значит, восстановление связи. Ре-лигары. Ре от революции до реконструкции. Это попытка человека выйти как в область трансцендента. Прорваться как бы из этого мира сварного. Ту область, которая для нас как бы недоступна. Но мы как бы предчувствие какое-то есть у нас у людей, что есть что-то еще большее. И вот попытка прорваться туда, это вот определяет религия. Что с Буддой случилось? Пошел он, да, сначала он крайнюю аскезу исповедал, набрал учеников. Но один прекрасный момент. Увидел, как женщина вошла в источник, скотину она посла. И что-то его осенило, он понял, крайнюю аскезу она что-то есть. Он зашел. Кстати, он тоже с православием очень близко, да? То, что у нас крайне аскетический такой путь, он вот неверный. Изнуждение полное себя. С православием тоже срединный путь. И он тоже срединный путь. Он понял, что крайняя аскеза не нужна. Он там поел риса, умылся. И пришли ученики, и его сказали, «Да ты нас всех предал, мы тут к тебе верили, а ты…» И после этого он решил, что он сядет там по дереву Бодхи, и пока истины не познает, что к чему, значит, он не сойдет с этого места. И он достиг там просветления. Но с точки зрения христианства, как бы, Бог ему не открылся. То есть в область трансцендентного он прорваться как бы не смог. Вот это была его трагедия. Он остановился перед этим. Ошибку он завершил тем, что как бы не было в нем такого, что ли, покаяния, смирения. Бог гордым противится, а смиренно дает благодать. Демон Мара, когда его искушал, он в конце сказал, «Ты победил меня». Он, «Да, я тебя победил». Вот это была последняя ошибка его, когда человек не смог через собственную гордыню, через собственное эго переступить. Аналогичный случай был с Макарием Египетским, когда он вознасиловал его душа в небо. И бесы там не искушали Макария, ничего не получалось. Они сказали, «Макарий, ты победил нас». А он говорит, «Нет, не я вас победил, Христос вас победил». То есть Будда смириться не смог, и поэтому закрылась для него эта сфера трансцендентного. И буддизм вообще, как бы, это фактически атеизм, возведенный в культ. Потому что веры в Бога нет, веры в душу человеческую нет, человеческую личность нет, ничего нет. Мир состоит из дхарм, таких психофизических элементов, очень сложная антология там. Скорее, это даже такая техника сознания. Но они понимают, что что-то есть такое трансцендентное. Нирваны его обозначили. Потом, правда, нирваны начали описывать, потом поняли, что описать трансцендентное все равно нельзя, что такое трансцендентное. То, что за грани нашего опыта. Я бы сказал, даже не за грани опыта, а за как бы иное качество бытия. То, с чем мы вообще не можем никак контактировать, в принципе. Вот мы чувствуем, что вот такое что-то присутствует. Но не можем этого описать. И вот Будда остановился, но, в принципе, то, что поиск его начался, абсолютно правильно. И, кстати, у него восьмеричный путь, который вот он для просветления обозначил. Он вообще, ну, любой православный подпишется. Четыре благородные истины, то есть, что в жизни страдания, ну, страсти, фактически, да, что страдание рождается жаждой жизни. От него надо избавиться. Есть путь из бурящей страданий, восьмеричный путь, правильное воззрение, правильное намерение, правильная речь, правильное поведение, правильный образ жизни, правильное усилие, правильное памятование и правильное сосредоточение. Ну, православный тоже любой под этим подпишется. Проблема в том, что все-таки здесь как бы на полпути он остановился. И вот, собственно, вся проблема религиозного опыта в чем состоит? В этом порыве познать как бы истину и себя. Мы перед преградой всегда останавливаемся. Человек вообще останавливается перед преградой. И когда он останавливается перед преградой, он, ну, либо атеистом становится, либо, ну, ничего человек не чувствует, не понимает, да, кем он еще бы. Либо агностика, сомневается, есть, нет, ну, не знаю. Либо язычника. То есть он начинает придумать свои версии. Вот все язычество, все религии языческие. То есть все религии, в принципе, это язычество. Я когда студентам преподаю, мне всегда так вот запомню. Вот сравнительное вам религиоведение, это сложная вещь, надо каждую религию изучить, там нюансы, это не так страшно. На самом деле надо понять, что есть две религии всего. Вот. Религии, придуманные людьми, язычеством. То есть наши догадки о том, да, трансцендентно, что выходят за грани этого мира, за грани нашего бытия. Я еще Богом это не называю даже. И религии откровения Бога, потому что это человека, ну невозможно самому туда проникнуть, в эту сферу. Поэтому вопрос стоит таким образом. Если что-то есть, если есть Бог, если есть абсолютное какое-то бытие, это трансцендентное, которым все подлазно, от которого зависит наш мир, который удерживает в бытии наш мир, да, вот ученые ищут, первоисточник как бы бытия, на чем жизнится наш мир, из чего он состоит, в кирпичике мироздания, и никак найти не мог. На самом деле мы считаем, да, что мир удерживается в бытии нетварными божественными энергиями. Это есть основа существования. То есть не Бог в мире в этом находится, а мы в Боге все. Мы погружены, как в океан. Григорий Богослов говорил, что Бог — это океан, как в бытие. Наш мир в него погружен и удерживается. Существование его зависит от нетварной божественной энергии. И мы пробиться своими силами туда не можем Бог. Но если Бог существует, вопрос так стоит, то тогда Он может нам открыться. И вот задача религии, человеческого поиска, не придумать что-либо, а вот его. Сейчас я вообще абстрагируюсь, видите, от православия, от всего, да? Ничего нету, мы ничего не знаем. Мы вот только задумались, и все, никаких религий. Потому что вот когда начинается религиозный поиск, он должен быть максимально объективным. А то у нас такое впечатление, когда начинается дискуссия между представителями разных религий, что каждый за лягушкой Зоя Болото хвалит, на партии поделились, каждый свои интересы отстаивает. Нет. На самом деле религиозный поиск должен быть абсолютно беспристрастен. Все. Вот если Бог существует, Он должен открыться. И я, если я смогу его узнать, да, тогда я становлюсь верующим человеком. Все. И тогда происходит вот эта встреча и прорыв. Вот что такое религия. Восстановление связи. Но связь это зависит еще раз не от человеческого усилия, а от божественного как бы вот желания. Ну, о Боге мы говорим потом, в следующий раз. И, значит, чем хорош в этом плане буддизм? Буддизм как бы доводит вот отрицательную вот эту позицию, что ли, позицию отрицательного поиска. Паруослайн называется апофатическое богословие, отрицательное богословие. До своего совершенства, до своего конца. Когда мы сами ищем Бога, мы никак определить его не можем. Ни с чем сравнить не можем, сопоставить ни с чем. Мы всегда задаем себе вопрос, кто такой Бог, что такой Бог. и сравниваем что-то. Определение. Бог — это вот это? Нет, это не это. Вот рождается отрицательное апофатическое богословие. Поэтому в Писании там речь идет о божественном мраке. Если хотите на эту тему почитать, надо почитать Лоский о божественном мраке. Это, по-моему, из догматического богословия или из мистического богословия Состочной Церкви у него есть слова такая о божественном мраке. Вот здесь православие, в этой области, оно как бы с буддизмом практически полностью состыкуется. Но в буддизме нет катафатики, то есть положительного богословия. Вот именно от Бога Откровения. Будда закрыл для себя возможность того, чтобы Бог ему открылся. Как бы сам препятствие поставил на пути свое уединение с Богом через свое собственное эго и гордыню. И вот с этой точки зрения нужно оценить вообще религиозный поиск и христианство как такового. То есть с точки зрения теперь я говорю уже о христианстве. Бог создает человека как бы преисполненного всех совершенств. Вообще. Сверх мог познавать сущность вещей. Как по Канту. Вещь в себе знала что-то. Не нужна была ни наука, ничего. Он повелевал этот мир. Он как квинтесец этого мира должен все творение привести ко Божему. Бог. Наверное, сейчас скажем, да. Есть абсолютная гармония. И существо Божие, и Бог есть любовь. Мы знаем Евангелие Туана. То есть существо внутренней жизни Пресвятой Троицы, так как нам открылся, это составляет любовь. То есть высшее такое вот гармоническое начало, что ли, то, что организует в миру такой мировой гармонии Бог. Единственная причина создания мира это желание Бога как поделиться с кем-то еще радостью питья. Но тут проблема на свободной воле, и поэтому нужен такой сложный процесс образовался. Нужно, чтобы был свободный ответ кого-то еще такой же личности богоподобной. Значит, Бог создает человека при исполнении всех совершенств, наделяет его свободной волей. Человек злоупотребляет этим, отказывается как бы от сотрудничества с Богом, что ли, от божественной жизни, решает, что он сам по себе способен как бы определять свое бытие. И в процессе грехопадения совершается, и мир наш кардинально искажается. Как бы порча входит в мир, вообще все тварное бытие искажается. Есть даже такое мнение, что вот этот момент грехопадения это и есть момент начала эволюции. Но это уже область апологетии и мы ходим. Есть даже тишки на эту сторону. Но вот да, что до эволюции, до того, как смерть вошла в мир, и вообще повреждения, энтропия вообще, когда мир стал распадаться, разрушаться, был мир в другом. Да, это принципиальная установка догмата, если хотите, христианской церкви. После грехопадения человек постепенно начинает утрачивать связь с Богом, как бы слепнуть начинает. постепенно вот это чувство божественного и взаимосвязь с Богом ослабевает и в конце концов большинство людей вообще теряет вот эту способность как бы, связи, в общем, с Богом. Поэтому, собственно, эта сфера трансцендента для нас и закрыта. Но все-таки были люди, единицы людей, которые могли еще не до конца ослепить, скажем так. Вот Будда, если бы он все-таки раскаялся и понял, что он никто, он бы тоже стал священником Бога Всевышнего, наверное, как Мельхиседе, как Авраам. И поэтому Господь вот такого человека одного выделяет. И из него он производит народ, который сохранит вот эту как бы возможность богопочитания истинного, который сохранит истинное богопочитание и донесет это, чтобы потом иметь возможность принять, суметь принять Спасителя. Потому что если Спаситель родится, ну, Христос родился, представьте, где-то, я не знаю, в Северной Америке, допустим, ацетики какие-нибудь, но они вообще бы не поняли, кто это такой, о чем он говорит, ничего бы не поняли. Какие пророки, они ничего не знали. В общем, такой сложный процесс, значит, Богу нужно было восстановить вот этого человека в своем переразданном как бы виде. и начинается сложный процесс спасения человека. Вот с этого начинается как бы Писание. Писание – это учебник сатериологии. То есть Господь открывается сначала отдельным личностям, и один из них происходит народ свой, а потом, в принципе, открывается, воплощается сам, как бы принимая в лоно свою внутреннюю божественную жизнь и чешскую природу, исцеляя ее на кресте и давая нам возможность онтологического соединения, то есть максимально плотно соединения с Богом, проникновения. Мы фактически причащимся, что причащаемся? Не просто же мясо и хлеба, а причащаемся Бога самого. Все более плотное, как бы, более онтологически цельное соединение с Богом невозможно в принципе для человека. Вот, собственно, план божественного спасения. Вернуть человека в первозданное состояние, то, что он утерял. Понимаете, да? Ну, я не знаю, насколько я там удачно объяснил. Вот это и есть религия, собственно. Вот это взгляд на религию. Тут никакого православия, ничего еще нет. Понимаете? Ни христианства вообще. Просто если Бог существует, Он откроется и придет нам на помощь. И мы, люди, некоторые, узнаем этого Бога во Христе. И вот эти люди и называются собственно христианами. И это единственная религия, религия Бога откровения. Все. Вот. Других вариантов нет. Все остальное то, что люди уже придумывают. Поэтому для того, чтобы там дискутировать с инноверцами, если вы понимаете моменты, можно просто встать человеку, задать несколько вопросов, чтобы он рассказал как бы основу своего религиозного мировоззрения, да? А потом с этих позиций вы можете спокойно отдать оценку в этом мировоззрении. Обязательно даже там все досконально изучить. Вот. Так что религия, вот как я мог, сейчас кратенько объяснил, это есть откровение Бога о человеке, а не человека о Боге. Поэтому в религиозном поиске максимально важно во-первых, беспристрастность, то есть быть честным перед собой. А во-вторых, очень важно вот именно поиск истины. Важно понимать, что религия истинная, истина, она одна всегда. Истинное понимание любого предмета, оно одно. Идете ли вы к врачу, лечите свою болезнь, чините ли вы машину, да, утилитарные вещи. Вы для того, чтобы сделать нормальное дело, вы должны сделать правильно. Если что-то там где-то не так сделаете, оно все разрушится. Мне не может быть огромное количество людей. Как человека лечить? Один так, один так, залечили, убили, все. Находится нормальный специалист, нашел причину, вылечит, все. Точно так же в религиозном поиске. Есть истина, все остальное и есть ложь. Они вот отличные, принципиально отличные. Поэтому, когда нам говорят, что все религии равны, ну, это просто, сказать, такая позиция, которая исключает вообще истинное познание как таковое. Смешивается истинная ложь. Ну, например, буддизм, христианский, ну, как их можно смешать? С одной стороны, утверждение существования Бога-Творца, с другой стороны, отрицание существования Бога-Творца. С одной стороны, утверждение существования человеческой личности, с другой стороны, отрицание. Учение, это член души, человеческое, это буддизм, учение, а не душе, нет души. То есть совместить эти вещи нельзя. Поэтому истина существует, истина одна. И вот религиозный поиск, он заточен, чтобы найти истину и понять, кто мы, зачем мы, и для чего это всё. Вот пока не надо никакого ни христианства, ни ислама, ни едаизма, нет никаких религий. Мы ищем истину и с этого начинаем. Просто христиане — это те, кто увидели Бога во Христе и поняли, что это истина. Почему это так? Вот для этого уже нужны свои определённые аргументы. Как мы это поняли? Как мы в этом разобрались? У каждой религии тут есть своя аргументация. Ну, мы в этом курсе кратенько будем излагать аргументацию чисто христианскую. Особо нас остальное так не волнует. Хотя бы важно понять аргументы именно христианские. Кто такой Бог? Кто такой Христос? Что произошло? Зачем ветки и Новый Завет? Какая между ними разница? Как вообще жить сегодня христианином? Вот эти вещи будем рассматривать как бы в процессе изучения. Посмотрим, что случилось с христианством в истории, сравнительное богословие уже. Почему мы считаем католиков, христиантов, там, еретиками или не еретиками? Как относиться вообще к конфессиональному разделению? То есть с религиями как бы понятно, да? Что есть вот истинная религия. Ну да, мы считаем это христианство. Аргументы мы потом будем дальше приводить. А вот внутрихристианская дискуссия, она не совсем тоже понятна, да? Вот это мы потом уже чуть-чуть углубимся. Но в целом религиозный поиск заключается в том поиске истинной, действительно. Восстановление связи человека с Богом, если он есть. Но не через как бы прорыв человека в трансцендентную сферу, а наоборот прорыв Бога и в трансцендентную сферу к нам, к людям, для того, чтобы восстановить вот эту гармонию общего мироздания. Понимаете, да? Вот, в принципе, суть религии в этом состоянии. Если это совсем коротко так, и вот по сути. Ну, если какие-то вопросы у вас дополнительные есть, можете это задавать. Пока перевариваю, потому что это немножечко другое, чем я когда-то представляла. То есть не человек движется к Богу, а Бог сам приходит к человеку. В принципе, это согласуется с одной теорией пяти шагов. Человек делает один шаг навстречу Богу, а Бог делает в ответ четыре шага. Не помню, где... Ну, чисто технически так трудно. Технически, да. Можно и так, да. Но мы говорим о принципах, о принципиальном таких вещах, которые характеризуют религиозный вообще поиск как такового. То есть это, по сути, есть религия. А всё остальное, даже если человек пришёл, я не знаю, по любым мотивам, если он в это не погрузился, если у него этого не случилось, вот этого осмысления внутри себя, вот этого надрыва своего, как у Будды, да, что вот я не понимаю, что, зачем, как я хочу, откройся мне. Знаете, у Никона Воробьёва такое есть в письмах, он описывает состояние, когда он изучал тоже религии, философию. И потом пришёл к такому вообще мнению, что, в общем-то, никто ничего не знает. И как бы люди барахтаются вот в этом, как бы в разных мнениях, спорят друг с другом, а реально никто ничего не может показать. И он начал молиться, буквально к Неву воззапил, и вот ему открылся, значит, Господь, и вот он так уверовал. Потом пришли как бы аргументы, и всё сложилось в целостную систему. Вот на самом деле, я считаю, религиозный поиск без этого в принципе невозможно. Поэтому нельзя религию принять по наследству, по традиции. У нас, к сожалению, многие дети и священников ходят в храм, ходят, а потом он начинает служить, как на работу ходить, и у него ничего не произошло в душе. Естественно, из него священник не получится, и христианин даже не получится. Вот. И если человек испугался, побежал свечки ставить, то он становится язычником. Вот у него такое утилитарное отношение к Богу, он и фактически использует Бог. Антропомархизм такой, когда Господь этот такой, там на небе царёк сидит, там и смотрит, кто там следит за всеми. Если ты хорошо себя ведёшь, награды, плохо там наказание, например, его надо ублажать, естественно. Почему язычество плохо в этом смысле? Да, потом я расскажу, уже когда будем о Боге, в следующей лекции говорить о Боге. А сейчас тогда в конце, что я порекомендую вам почитать, свою диссертацию, вот я хочу её показать, кстати, в преддверии Крещения Руси, немножко прорекламирую, Владимир, Крещение Руси, мифы и реальность называется. Фактически у меня я писал учебник основного богословия. В том числе рассказывал об этих вещах. Там первая часть – это мифы об искажении христианства в русско-исторической науке и в российской и советской. А вторая – вот то, о чём мы говорили. Там седьмая глава, именно возникновение язычества, именно об этом. Ну и вообще я рассказываю о христианстве здесь на примере князя Владимира, потому что у нас существует сейчас мнение, что князь Владимир принял тоже христианство из меркатильных соображений. Вот тоже социальная теория. То есть ему нужно было собрать государство, укрепить его, и он, значит, выбрал православие. Монотеизм. Ему нужен был монотеизм. Я как-то был на конференции в Нижнем Новгороде, и там одного очень хорошего историка тоже спросил. Он доклад делал по хазарам. Говорит, а зачем Владимир, как вы считаете? Он говорит, вот ему монотеизм нужен был. К сожалению, у нас это укоренилось. Я противник этого абсолютный. Может быть, потом мы специально какую-то лекцию посвятим, кратенько рассказать об этом, если бы ему нужен был строгий монотеизм, он бы ислам выбрал. Вот у него случился переворот, и поэтому он святой человек. Святым человеком нельзя стать по формальным признакам, понимаете? Святой человек должен всё через себя это пропустить, пережить это и действительно погрузиться целиком. И вот на примере Владимира, как он принял христианство, я и рассказывал тут в итоге о христианстве. Краткий такой небольшой сравнение о католичестве, и даизме, исламе. Купить её можно на сайте Литрес. Электронный вариант, я её недавно опубликовал, вообще она вышла в 2013 году, Кураев как-то вот, когда была эта история с храмом, написал, я бы хотел почитать этого доктора диссертацию. Ну вот, пожалуйста, она на Литрес опубликована. Она в простом стиле, не надо тут, я писал, говорю ещё раз, учебник основного богословия для людей, которые только-только вникают. Он так немножко нестандартно написан в такой манере, не как традиционный учебник, а так как интересно чтиваться. И она тут опубликована чуть раньше, чем засчитывала, то она так, как книга, там тоже какие-то сложности не особо нет. Но в целом, это и есть моя диссертация. Поэтому, если вам интересно, на Литресе электронный вариант можете купить, и вот эти вещи, седьмая глава, в данном случае, это вот, я бы дал домашнее задание почитать на ту тему, которую сегодня мы рассуждаем. Ну и на этом, пожалуй, можно и закончить. Спасибо. 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 Спасибо.